Саламу алейкум, Тумсо, у тебя хорошо развита логика. Разъясни логически. Если Всевышний знает следующее наше действие, то у нас нет права выбора, так как любой наш выбор он знает заранее. Саламу алейкум, Саламу алейкум. Когда говоришь о религии, ты должен понимать, что религия это не логика. Как сказал Али ибан Абуту Алиб, да будет доволен им Аллах. Если бы религия строилась бы на логике, то мы делали бы масх, он сказал, протирали бы масх. Это когда ты протираешь что-то, одетое на свои ноги, будь то носки, будь то обувь. Ты должен во время омовения мыть ноги. Но существует послабление в религии. Аллах миловал людей, даруя им какие-то послабления. И человек, который находится, допустим, в пути, может на протяжении трех суток протирать то, что одето на его ноги. А тот, кто находится не в пути, находится у себя дома или в своем населенном пункте, он может в течение одной сутки. Одних суток, прошу прощения. И, в общем, Али ибан Абуту Алиб сказал, что если бы религия строилась бы на логике, то мы бы делали бы мас, то есть протирали бы то, что одето на наши ноги, снизу, а не сверху. А мас делается сверху, протирается. Он говорит, логически, если бы размыслить, то протирание – это как бы очищение. Очистить надо там, где грязно. А грязно будет подошва. Там, где ты наступаешь и соприкасаешься с землей или с полом, с чем-либо. Там будет грязно. Сверху грязно не будет, ты не соприкасаешься. Но религии нужно протирать сверху. Поэтому здесь нужно смотреть нелогически. Но тот вопрос, который ты задал, он на самом деле – это очень сложная тема, тема предопределения. На мой взгляд, это самая сложная тема в религии. Ее сложнее всего понять, и многие люди на этом как бы очень сильно спотыкаются. Это очень сложная тема. Если ты ее как бы не догоняешь, если ты не в состоянии ее догнать, то лучше ее вообще оставить и не трогать. Набираться побольше знаний. Есть было одно разъяснение, очень хорошее у шейха Ибн Асамин. Это помилуйте у Аллаха по поводу предопределения. И мне это очень серьезно помогло разобраться с этой темой. Но я сейчас не помню, чтобы порекомендовать вам, как это называлось. Но там прям очень было доступно это все объяснено. В любом случае, надо всегда понимать, что мы с вами не можем всего постичь. И тема с предопределением это самая сложная для постижения тема. Элементарно ты упираешься в вопросы вообще мироздания, вообще для чего это все нужно было, как это так, а почему Иблис, а почему он не поклонился, а зачем давать ему острочку до судного дня. Как Иблис, зная, что он будет вечно гореть в аду, зачем ему заниматься всем этим. Представляете, сколько там вопросов, на которые нет просто ответа. Это очень сложно. А по поводу выбора, я тебе так скажу чисто свои мысли. Всевышний Аллах дает нам выбор, безусловно, мы имеем право выбора. Но знает ли Всевышний Аллах, какой выбор мы сделаем? Да, конечно, знает. И это подобно тому, как вот бывает, допустим, наш ребенок. Мы же знаем его предпочтение нашего ребенка. Мы знаем, допустим, если мы ему предложим печеньку или мороженое, что он из этого выберет. Мы знаем его предпочтение. То есть мы даем ему выбор, но мы заранее знаем, что он выберет. Вот это вот что-то нечто подобное, когда Всевышний, он знает нас лучше, чем мы сами. Поэтому, да, безусловно, выбор есть, но и этот выбор тоже предопределен. В общем, тема очень сложная. Я рекомендую ее как бы изучить хорошенько и не торопиться ни в коем случае с выводами. Но в Чикант у нас всегда есть возможность сделать выбор, любой. Но Всевышний знает, какой выбор мы сделаем. Христианин. В Коране Мария, Мать Иисуса, называется частью Троицы. Ни один христианин никогда не верил в это, кроме маленькой секты еретиков, живших тогда в Аравии. Получается, знания автора Корана о христианстве ограничены представлениями 0,01% еретиков, которых уже тысячу лет как нет. В Коране Мария, Мать Иисуса, ты говоришь, называется частью Троицы. Как она может называться частью Троицы, если ислам отвергает вообще саму эту тему Троицы? И, по-моему, ты что-то неправильно понял. Наложницы в исламе – это насильно захваченные жены и сестры врагов. Наложницы в исламе – это же рабыни. Есть ли у наложницы право отказаться быть наложницей и рабыней? Нет, конечно, это же институт наложниц. Это ведь, как ты правильно говоришь, это как бы плененные люди, их имущество. Но надо понимать, что это все упирается в целом в эпоху. Эпоху, когда есть рабовладельческий строй, и он принят среди людей. Он как бы весь мир тогда живет таким образом. Они, эти рабы, есть. Соответственно, работает и этот институт. И когда кого-то захватывают, там есть тема, когда захватывают, выигрывают войну или битву. И их имущество, а в имущество этих людей уходят и их жены, и их дети. Они все переходят, становятся рабами тех, кто победил. Так же работает и другой вид рабовладельчества, когда покупаются и продаются. Но сегодня нет уже этого, вы понимаете, сегодня нет в принципе рабовладельчества. К счастью, этот мир, в целом, как бы этот мир победил эту тему, эту несправедливость, по сути. И поэтому мы, сегодня нам нет смысла об этом говорить. Никто не собирается захватывать ни наложниц, ни покупать, ни продавать рабынь. Нет смысла об этом говорить. Я знаю, что отвергает Троицу в Коране. Не говорите три, не берите Иису, его мать, сотоварища Аллаху. Это как бы обращение к христианам. А никто и не считал ее частью Троицы, кроме тех 001%. Это очень грубая ошибка. Так там тебе и не говорит никто, что ее считают частью Троицы. Где ты? Ты сам в приведенном с тобой аяте, ты нигде не сказал, что ее считают частью Троицы. Тебе говорят, не берите ее в сотоварища Аллаху. Они говорят, не берите ее в Троицу, тебе не говорят. Чтобы кого-то не предавать сотоварища, не обязательно его иметь в Троицу. Просто тебе нужно, если тебе интересно, тебе нужно почитать толкование этого аяты. Я думаю, ты найдешь ответ. Но судя по твоим вопросам, я понимаю, что тебе это не интересно. Моисей. Как относишься к евреям и вообще к религии и иудаизм? К евреям, как к народу я отношусь нормально, как и к любым другим представителям других народов. То есть, как к любым народам. Отношения, если бы у меня были плохие отношения из-за этнической принадлежности кого-либо, то я был бы каким-то мерзким националистом. Конечно, у меня нет никаких националистических убеждений. Поэтому отношения к евреям, испанцам, французам, китайцам, японцам одинаково нормальные. Как и ко всем другим людям. К религии я отношусь так, как и нужно относиться к любой иной религии. Я считаю заблуждением и иудаизм, и христианство, и любую другую религию, или отсутствие вообще какой-либо религии. Так как я являюсь мусульманином, и кроме ислама, все остальное является для меня заблуждением. Истинно является только ислам. При этом, как и подобает мусульманину, я выделяю иудаизм и христианство из остальных видов неверия. Так как иудаизм и христианство выделено Всевышним Аллахом. Они являются людьми Писания. И то, что ими принесено в жертву, мы можем употреблять в пищу. Я имею в виду мясо. И также на их женщинах дозволено жениться. По шариату свидетельство не мусульманина против мусульманина не принимается. Свидетельство женщины стоит в два раза меньше, чем мужчины. В уголовном разделе шариата эта система прямо противоречит здравому смыслу. Неудивительно, что ни одна шариатская страна не добилась успеха. Тебе надо было об этом сказать лет 200 назад, когда именно шариатская цивилизация в этом мире была ведущей. Ведущей во всех отношениях. Вот тебе надо было тогда сделать такое заявление, что именно поэтому, наверное, мы не добились успеха. А так вообще существует переменный успех. Где-то допускаются ошибки, из них делаются выводы. Потом, соответственно, какое-то время застоя бывает. А то, что ты привел, я просто не специалист в шариате, я не религиозный деятель. Я не знаю, ты правильно говоришь или нет. Не в курсе. Это тебе надо поговорить со знающими. Как ты относишься к Каабе? Ты считаешь, что надо ей поклоняться? Не Каабе, никому-либо, помимо Всевышнего Аллаха, не то, что не надо. Запрещено поклоняться. А Каабе я отношусь как к святыне мусульман. Это то место, куда мы обязаны совершать хадж, если у нас есть на это возможность. Это паломничество является пятым столпом ислама и узаконенным обрядом нашей религии. Недавно случайно наткнулся на видео, где Джамбулат Умаров выступает на так называемом Русском соборе. Ты знал об этой его деятельности раньше и прокомментируй его речь против закона о домашнем насилии, please. Я скажу честно тебе, Александр. Мне ее раз, наверное, 50 скидывали этот ролик. Но ни разу я его не досмотрел. Я один раз его открыл, начал он разговаривать, я понял, о чем там идет речь, и мне просто было неинтересно. Джамбулат Умаров, для меня он неинтересен, чтобы его комментировать, его какие-то высказывания, весь этот его бред. Его точка зрения об исламе, о религии, она для меня закрылась вообще, вот он со стороны религиозной, он для меня закрылся в тот момент, когда он три года назад, по-моему, заявил, что там первым храмом Единобожия на территории Чеченской Республики, там типа Ахмат Кадыров так говорил, что это будет храм Архангела Михаила, типа что-то такое. Все, на этом как бы вопрос с ним закрыт. Дальше все то, что он там рассуждает, слушать, это комментировать, я смысла не вижу. И поэтому я не слушал и не знаю, что он там говорил о домашнем насилии. Субтитры создавал DimaTorzok